с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 18 сентября всемирный день мониторинга воды значение h2o в природе иногда сравнивают с той ролью какую выполняют кровь в живом организме вода самая распространенная на планете вещество она занимает более 70 процентов площади поверхности земли только около 30 процентов приходится на долю суши да и сами мы с вами как известно состоим практически полностью из воды так что лишний день напоминания нам не помешает ну а теперь о родившихся в 1819 году в этот мир приходит жан бернар леон фуко французский физик именно он разработал в 50 году 19 века метод измерения скорости света в воздухе и в воде а спустя год при помощи маятника который получит позже его имя фуко экспериментально доказал вращение земли вокруг оси еще год спустя ученый изобрел гироскоп который получил широкое применение в технике в 1905 году рождается грета гарбо легендарная киноактриса мировую славу ей принесли главные роли фильмах мата харри королева кристина анна каренина камила и ниночка которых грета воплотила женский идеал своей эпохи чувственный и слегка мистический примечательно что в двух из пяти экранных образов признанных лучшими она играла нашу с вами загадочную русскую душу она навсегда покинула мир кино всего в 36 лет после первой же ленты которую получила холодный прием зрителя почти 50 лет до своей тихой кончины в 90-м году гарбо прожила в нью-йорке инкогнито закрыв лицо темными очками не дав при этом ни одного интервью и никому не объяснив внятно причин своего ухода так что она осталась для нас фактически юной богини не тронутой увяданием может быть так и нужно 1906 год рождается поэт семён кирсанов его молодость революция гражданская война его кумир маяковский его поэзии эксперимент он называл себя цирка чем стиха и складывал из слов причудливые геометрические фигуры его стиль игра словами и игра в слова парадокс и фейерверк его также еще называли политехническим музеем ритмов риф и метафор блистательным мастером формы хоть умирай от жажды хоть заклинай природу а не войдешь ты дважды в одну и ту же воду и в ту любовь которая течет как млечный путь нет не смогу повторно я покуда жив шагнуть а горизонт так смутен грозой чреваты годы хоть вы бессмертны будьте рассветы реки воды 1914 год день рождения виктора гришина многолетнего первого секретаря московского горкома кпсс яркий представитель советской номенклатуры когда генеральным секретарем был умирающий черненко он претендовал на пост руководителя страны после него но при горбачеве его уволили и быстро забыли именно гришин будучи главой горкома партии блокировал проект академик александрова и куратора военно-промышленного комплекса устинова по строительству аэс недалеко от москвы 1918 год день рождения виктора талалихина летчика истребителя который совершил первый ночной таран герой советского союза но теперь о некоторых событиях 18 сентября 1499 год торжественный въезд вас кодегамы в лиссабон под звон колоколов команды кораблей одетые в индийские драгоценной ткани шествуют неся трофеи королевскому дворцу в процессе идут закованные в кандалы заговорщики вас кодегама осыпается почестями получает титул дона и свой родной город в личное постоянное владение правда город ему так и не передадут тот принадлежит ордену сантьяго который выполнить королевскую волю вовсе и не желают 1830 год в сша прошло знаменитое соревнование первого построенного в стране паровоза который назывался буквально мальчик с пальчик с конным экипажем состоялось она за три месяца до ввода в эксплуатацию первой железной дороги на паровой тяге железный конь тащил вагон сорока пассажирами по девятимильному рельсовом пути от местечка райлиста верн до города балтимора победу одержала животное механическая поломка частый бич неодушевленного транспорта нарушила охлаждение и котел что называется потек и знаменитый в будущем мальчик с пальчик не дотянул до финиша но рано или поздно техника все таки победит лошадку 1852 год в девятом сентябрьском номере журнала современник появляется первое произведение льва толстого повесть детства она опубликована под названием история моего детства и за скромной подписью l.n. редактором было изменено название повесть вышла под этим длинным названием это буквально взбесила толстого письме некрасова он пишет история моего детства никому не будет интересно и делает несколько дерзких замечаний впрочем это письмо он отправил не некрасову обратно чтобы показать как он может говорить со знаменитым поэтом но литературная жизнь толстого началась 1941 год вставка верховного главнокомандования в красной армии введено понятие гвардейская часть это решение принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого ельнинского выступа операция стала первым фактическим поражением вермахта в ходе великой отечественной войны год 1970 возрасте 27 лет умирает джимми хендрикс гениальный рок-гитарист автор и певец ставший легендой за свою виртуозную экспериментальную технику и зажигательность и он стал членом знаменитого клуба 27 куда попадают музыканты не пережившую эту дату его тело обнаружили в номере отеля самарканд на западе лондона медики констатировали что музыкант отравился барбитуратами после чего задохнулся собственными рвотными массами в 2009 году мир облетела новость что хендрикс погиб не в результате несчастного случая а якобы был убит собственным менеджером который напичкал его таблетками снотворного после чего влил ему в горло несколько бутылок красного вина на преступление директора певца якобы толкнула боязнь потерять контроль над музыкантом он подозревал что хендрикс планировал нанимать нового менеджера об этом написано в книге бывшего концертного помощника хендрикса 2000 год реконструируется необычный столичный памятник дайте дорогу утятам он установлен в москве на аллее сквера напротив новодевичьего монастыря в девяносто первом году это была точная копия памятника который находится в бостоне в сша в москве он появился в знак дружественных отношений между сша и ссср это был подарок барбары буш раисе горбачевой который он очень понравился во время ее пребывания в бостоне к сожалению памятник быстро стал жертвой вандалов в первые же дни после его установки одного утенка похитили в начале двухтысячного года исчезли мама утка еще двое утят узнав о случившемся скульптор нейнси шейн стала добиваться восстановления памятника бронзовые фигурки похищенных утят и мамы утки были отлиты заново а на втором открытии памятника в 2000 году в этот день присутствовали многие москвичи а также министр культуры михаил швыдкой и бывший президент сср горбачев ну и конечно приглашенные гости из сша и последняя 1698 год в парижскую бастилию из тюрьмы пьемонта переведен человек чье лицо скрывала черная маска прозванная в народе почему-то железной на самом деле заключенный носил черную но бархатную маску венецианского образца с железными застежками затем и превращенной легендой в очень тяжелую страшную и железную почтительное обращение с ним заставляет думать о знатном происхождении узника в тюрьме он сохранял привычка аристократа носил тонкое белье любил изысканный стол музицировал и недурно играл на гитаре после смерти железной маски комнату в которой он жил тщательнейшим образом обыскали стены выскоблили и заново побелили мебель сожгли а золотую серебряную посуду переплавили очевидно власти боялись что узник где-то мог спрятать какой-нибудь клочок бумаги или нацарапать в укромном месте несколько слов о тайне своего заключения и она эта самая тайна до сих пор не разгадана так в нем видели незаконно рожденного сына кромвеля марии луиза орлеанской первой жены испанского короля карла второго марии анны нейбургской второй жены того же короля генриеты орлеанской и людовика 14 ее же и графа дегиш марии терезии супруги людовика 14 и негра служителя привезенного ею с собой испании христины королевы шведской ее великого конюшева мональдеска говорили о том что под маской могла скрываться даже женщина но первое и самое литературно-кинематографическое место безусловно принадлежит гипотезе пытающийся доказать ну или скорее верящий существование у людовика 14 брата которого скрыли из государственных соображений под этой самой маской отцом ее можно считать вольтера который в труде век людовика 14 1751 году написал железная маска был брат и без сомнения старший брат людовика 14 своей популярностью гипотеза конечно же обязана и блестящему перу в дюма отца на этом что называется гвозде висит сюжет виконта де брожелона и непонятно нужно ли нам все таки точно знать кем же он был человек железной маски теперь мы можем точно сказать маска я по-прежнему тебя не знаю с вами был николай пивненко в проекте дата